Здравствуйте, дорогие друзья! Вы спросите, где смысл не театралу, не интеллигентному человеку говорить с Екатериной Сергеевной Васильевной? Вот где смысл. В наше жестокое время всякая девочка, кому исполняется 16 лет, и которая в зеркале видит хоть какие-нибудь признаки красоты, всякая девочка знает, что ей делать. Ей надо идти в актрисы. Но мы спросим себя, а что делать 98% других девочек, у кого нет кукольного фарфорового носика, кому Господь не дал, как вам сказать, попку как персик вертлявую, вот что ей делать? Можно ли идти в актрисы? Ответ – можно. Мерил Стрип и Екатерина Васильева показывают – можно. Единственное что, раз у тебя нет фарфорового носика, тогда надо что-то иметь внутри. За Екатериной Васильевой мы всегда признавали что-то. В советское время было ясно, что жизнь этого человека проходит в каких-то таких сферах, которые, в общем, где-то существуют, но нам туда проход заказан. А вот наше время, 2010 год, и вновь за Екатериной Васильевой мы признаем, какая-то есть там духовная жизнь далеко от этих всех гламурных, софитных обстоятельств. Что-то за Васильевой есть. Вот смотрите, вот Екатерина Васильевна. Я заслушалась. Просто заслушалась, открыв рот. Я должен добавить, что это тебе, Дмитрий Александрович, все понятно, мне ничего не понятно, как и многим другим, когда Екатерина Васильевна исчезла. Екатерина Васильевна, Екатерина Семеновна, меня по-всякому называют, вообще я Екатерина Сергеевна. Ну, вы знаете, это как-то удивительно. Вот первое заблуждение, это... И первая же оговорка. Первая оговорка. Как мы Вас там любим или как мы Вас не любим, Екатерина Васильевна, обязательно. Это удивительно, да? Вот правда. Кто от волнения, кто от... Но это от любви. Екатерина Сергеевна, действительно, вас, как это пишут в плохих романах, ее жизнь с тех пор окружал ворох тайны легенд. Говорили, да говорили, Васильева ушла в монастырь, она лежит в больнице, она вообще уехала из страны, она на сцену не ногой. В больнице все лежат время, а ты имеешь. Но ведь факт тот, что вы довольно кардинально изменили свою жизнь. А вот мотив и условия, и причины этого непонятны. Что была, какой же силой должна была обладать та сила, которая заставила вас бросить курить, ругаться? И ваш уход многие сравнивают с бегством. Вот объясните, пожалуйста, что-то для вас. Я пришла действительно в храм, действительно воцерковилась. Ну и в связи с этим как-то, как любой человек, который воцерковляется, каким-то образом стала потихоньку, нерезко, менять свою жизнь, как любой человек, у которого произошла переоценка ценностей, у которого возникли другие цели в жизни, другие перспективы. Ну, собственно, другой смысл. Вот и все. А вот таких вот резких шагов не было. С монастырем придумали все, этого не было никогда. Не уходили? У нас с меньшиком, мне рассказывал один мой знакомый священник, который смотрел спектакль. И рядом с этим батюшкой сидели две женщины, которые одну другую шепчут, говорят, вот так вот она, ее привозят на спектакль из монастыря. А все, значит, аплодируют, все, я хохочу, все же на сцене, а потом она играет, и потом снова увозят из монастырь. Он говорит, я просто, я был потрясен, до какой же степени, ну, вот как это себе можно представить? Екатерина Сергеевна, получается, вы нам даете возможность посмотреть на жизнь как бы формально одного и того же человека, но прошедшего в двух разных плоскостях. Как менялись ценности, как менялся характер, я не знаю. А что вы сейчас пытаетесь себе изменить? Все. Например? Если человек понял, что есть Бог, и есть вечная жизнь, и единственной его целью становится достигнуть этой вечной жизни, то есть целью является спасение души, да? И тогда все ценности, которые принадлежат этой земной жизни, становятся все менее и менее ему интересны. А вам, актерам, можно куда как более эффективно поспешивствовать промыслу Святого Духа на земле. А как же вы взяли и оставили такую важную, важное поле битвы? Ведь вы как актриса первого, первого, как сказать, ну, эшелона зрительской любви, ведь могли бы куда как, куда как более эффективно помогать Святому Духу, нас всех, как бы сказать, поддерживать здесь на земле, не так ли? Что вы меня обвиняете все время, что я оставила? Я снимаю все время от времени в разных фильмах. Играла все время спектакли антрепризные, играла их даже довольно много. Сейчас играю только один, который специально играет со мною вот как бы с этой целью, с целью назидательной, потому что я не могу уже выходить на сцену просто так. Ну, как бы есть этот шлейф, который тянется за мной, и все знают, что я в церкви, что у меня сын священник. Даже с компромиссным текстом мне выходить нельзя, не потому что мне нельзя, мне запрещено, а потому что мне прийти самой мне неприятно. Поэтому я даже в классике не могу найти безусловного текста, поэтому пришлось написать текст. И за основу я взяла вот дневники Анны Григорьевны Сниткиной, жены Федора Михайловича Достоевского, и сделали такую замечательную пьесу. Вот она называется «Я была счастлива». И с этой пьесы я вот езжу по стране, играю. А, Екатеринка, а можно попросить вас сейчас что-нибудь процитировать из этого спектакля? Из 14 прожитых с Федором Михайловичем лет я пришла к выводу, что он был целомудреннейшим из людей. Так что совершенно напрасно столь почитаемый мой писатель Тургенев позволил себе назвать Федору Михайловича русским маркизом-досадом. Все? Что вы так сказали? Да, что много чего он писал с себя, в том числе и с Ведригайлова, судя по всему. И тут бедствую его души оббушевали. Не о Федоре Михайловиче спектакль. Спектакль о любви, о женщине. О том, что такое любовь, я так думаю. Потому что это Анна Григорьевна, конечно, человек уникальный. Толстой, кажется, сказал, что если бы у писателей были такие жены, как Анна Григорьевна, конечно, у всех была бы совсем другая жизнь. Это любовь христианская, жертвенная. Это, вы знаете, удивительная совершенно вещь. И я так радуюсь, когда я вижу в зале пары семейные, которые по мере того, как они смотрят спектакль, они как-то все больше и больше прижимаются друг к другу, берут друг другу за руку. Потом я знаю просто реакцию людей, которые не спят ночь после этого спектакля, пересматривают на шею, возвращаются, прекращают развод и так далее. То есть для меня это проповедь. Эксина Сергеевна, объясните, пожалуйста, дайте нам, прочтите нам проповедь. Как для вас изменилось понятие счастья? Что такое было счастье для вас в той жизни, в прежней, до 40? И что такое для вас счастье сейчас? Вы знаете, я думаю, что в прежней жизни счастья вообще не было. Вообще, я думаю, что счастья никакого нету. Потому что счастье, оно сегодня есть, а завтра его нету. Вот в чем дело. Счастье только в любви к Богу и только в жизни с Богом. Потому что я думаю, что человек счастлив только тогда, когда он совершает подвиг. Как только он начнет бороться с собой, вот он и будет счастлив. Ексина Сергеевна, не выдаёте ли вы желаемое за 10 дней? Нет, нет, что вы? Вы зовёте всё, артистов до артистов. Артисты, ну какие они счастливые, они несчастные люди. Вы из них пытаетесь какую-то... Почему артисты несчастные люди? Несчастные люди. Как вы вообще... Либо опять ваши слова исказили. Объясните, почему актёрская профессия богопротивна? Дьявол, отец и лжи. Ну это все знают. По-моему, все знают. Дважды 24. Ну а вы занимаетесь профессионально как бы ложью, лицедейством. Профессионально лжёте. Для актёра важно, что если он занимается этой профессией несчастной, то он хотя бы, чтобы внимательно относился к тому материалу. Вот чем я, собственно говоря, занимаюсь. Почему эта пьеса возникла? Как у врачей. Не навреди. Вот не навреди. То же самое и в том примере, который вы привели. Да, вот я... Вот при всей этой жертвенности со стороны Анны Григорьевны, вот при всей сложности такого отношения, тем не менее, возникает у Фёдора Михайловича на горизонте Полина Суслова. И тем не менее, плакала вся на свете христианская любовь. Понимаете, ну это ж похоть. Да это ж скверно. К счастью ли Достоевский? Да он мучится. А без этой Полины так мы бы с вами Настасью Филипповну не получили, игрушеньки бы не было. Вот вещь-то какая. Получается, дьявол хотел, мол, прихватить за слабое, а получается, у творческого человека не только он не прихватил, а наоборот еще и вызвал очень важный созидательный порыв. Ну не у всякого, но у Фёдора Михайловича получилось, да. А вот Господь берет и злоб и притворяет добро. Вот, например, Паша Лунгин, он этого не скрывает. Он хотел снять фильм, такую карикатуру на церковь, остров. А Господь взял и как бы зло превратил в добро. И силу молитв и веры Петра Мамонова, который крышу снес у всех, и у Паши, и у всех остальных, у всей группы, и получилась такая замечательная картина. Это потрясающе. Это очень яркий пример. Это очень яркий пример, как Господь делает. А скажите, пожалуйста, как Вы относитесь вообще к... Водревино. Извините. Как Вы относитесь к идее, которая повторялась, повторяется и будет повторяться. Это поставить, снять огромный фильм, грандиозный. Житие Иисуса Христа в том или ином ряде. Ого, нет. Этого нельзя делать вообще. Вообще любое творчество на тему Господа – это кощунство. Это гордыня невероятная человеческая, которая позволяет творцам, у которых постепенно сносит крышу, чем более они талантливы. Вот это вот тоже такой парадокс. Уж лучше побездарнее, потише, как бы художник. И он как-то так себе тихонечко что-то делает. И иногда что-то и хорошее, и полезное, и душевное, и что-то даже такое вот божеское для людей, для души. А вот чем человек талантливый, тем он постепенно все бордеет, бордеет. И уже думает, дай-ка я про Господа что-нибудь тоже сниму. Или там напишу. Это просто поразительно. Поэтому я всегда вот… Чем так тише, тем лучше. Правда, да, Дима, есть в этом что-то? Вот, да. Так все-таки, ну так вы меня ни в чем не убедили, не объяснили. Ну разве… Я вас и не собираюсь, Димочка, ни в чем убеждать. А было бы не плохо, если такое в чем бы человек влюбленного у вас страстно в свое время убедили. Знаете, есть такой анекдот такой замечательный. Вроде как два человека встречаются, да, начало. И один другому говорит, да, как вы хорошо выглядите. Вы замечательно выглядите. То есть вам уже немало лет, вы потрясающе выглядите. В чем секрет вот вашего такого долголетия, такого замечательного внешнего вида? Он говорит, вы знаете, очень просто. Я никогда не спорю. Ах, это… Ну как никогда не спорить? Ну, бывают же ситуации, когда нужно отстоять свою правоту, там, для того, чтобы… Он говорит, ну да, конечно, бывает. Ну нет, или там, ну в конце концов, бывают же ситуации, когда за вами стоит кто-то, кого надо защитить. Он говорит, да, ну бывает, конечно. Нет, или когда это важно не только для вас. Он говорит, спорю, спорю, спорю. СМЕХ Чудесный, правда? Я сейчас ходу, давно очень его не вспоминаю. Вот. Все. Понял, понял, понял. Говорят, что вы просите благословение на каждую там тетральную роль, на каждую постановку в кино. Ну, конечно. Ну, любой человек, который находится в церкви, у которого есть духовный отец, он берет у духовного отца благословение на каждый свой шаг, не только на работу, а на… Вы тоже получали благословение? На эту передачу? Ну, естественно. Ну, естественно, конечно. Екатерина Сергеевна, если вы повернетесь к этому экрану и выберете любую тему, прошу вас. Ой, я не знаю, ну правда. Ну, давайте пропаганду. Екатерина Сергеевна, а вот смотрите, вот вам не кажется, что зверь берет нас через желание. Вот вам не кажется? Без желания денег одна из основных. Вот эти похоти, вот это розыска. Ну, естественно, конечно. Через желание. Конечно. Давайте посмотрим, что происходит. Я спросил своей домоправительницы, скажи, пожалуйста, боятся своих желаний или нет? Она говорит, конечно, боятся. Вот я сказал, чтобы меня не было, чтобы я не слепла. И я вот меня ослепла на один глаз. Думаю, какая глупость. Какая глупость. И, вы знаете, в принципе, действительно, люди уже в самой постановке вопроса, бойтесь своих желаний уже, бойтесь, бойтесь. Нет, никогда ничего не бойтесь. Удивительные, я всегда обращаюсь к классике. Или к Евгении Онегине, или к Шекспиру. Шекспир сказал, мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться. Так всех нас в трусов превращает мысль и вянет, как цветок, решимость нашей бесплодию умственного тупика. Вы знаете, не бояться не надо. Абсолютно ничего не бояться. Наоборот, не бойтесь своих желаний. Обязательно хотеть, значит, мочь. Вот мы сами себе. Жизнь, вообще, жизнь ничто. Ничто. Наша жизнь, ничего не бывает потом. Знаешь, вот боимся, вот сейчас это выйдет, это выйдет. Да ничего не выйдет. Все выйдет только хорошо. И заранее все должно быть настроено на позитив. Не надо бояться своих желаний. Желайте только хорошего. В принципе, потому что зло наказуемо. Если что-то злое желаешь, все зло к тебе вернется. Насколько вы согласны с призовом господина Садальского не бояться желаний? Я считаю прямо наоборот. Желание, ну вот Дима правильно сказал. Вся беда от наших желаний, конечно. Есть воля Божья, есть ваша воля собственная, личная. Как правило, они находятся в противоречии. Как правило. Как только чувствуешь, что вот хочешь и делаешь, так, значит, неправильно. Вот буквально прямо наоборот тому, что сказал Стас. Если я желаю изменить себя, если я желаю отказаться от своих желаний, вот это замечательное желание. Скажите, а вот когда вам было 18 лет, вот вы поступили в Авгии, куда, кстати, вначале, по-моему, не желали поступать, да? В чем стояли ваши желания? Ну, 18 лет – это такой несчастный, тяжелый возраст. Если только человек не воцерковлен, если у него нет к 18 годам четких ориентиров, он может их нарушать. Это вы со своей сегодняшней позиции рассуждаете. Если он знает, ну вот воспитала семья, и он знает, что такое хорошо и что такое плохо, это один разговор. Если он вообще ничего не знает, это катастрофа, которую мы часто наблюдаем сейчас в жизни. И всегда наблюдали, и, к сожалению, будем наблюдать, наверное, пока мир стоит, потому что это самый больной возраст. Это как болезнь молодости, это такое воспаление. Поэтому я совершила много-много ошибок в 18 лет, которые совершают многие в 18 лет, если они не слушаются родителей, если они не слушаются. Прошу вас, с научительной целью перечислить те, с вашей точки зрения, крупнейшие ошибки, которые вы совершили в своей молодости. И мы бы тогда не понимали о себе что-то такое очень важное, глядя на то, как вы играли вашу роль. Да что угодно. Одна Кларк Циханасян чего стоит? Дима, дорогой мой, я сейчас живу вместе со своим сыном. Мы живем вместе, одной семьей. Я вот живу, плачу от счастья и от ужаса того воспоминания, которое сохранилось у меня в моей жизни. Потому что я вижу другую жизнь и понимаю, что я могла бы прожить тоже так же хорошо. У него шесть детей, у него, значит, вот мои шесть внуков, они, значит, у него матушка. Это все на каком-то таком звенящем, высоком очень градусе жизни на очень, ну я не знаю как. Сравнить это с рестораном ВТО, ЦДЛ, значит, изменами, разводами. Вышли бы замуж, родили детей. Да, вот как бы вышла замуж за первого, за Соловьем, так бы и не ушла от него. И он когда, смешной Сережа, очаровательный человек, значит, он где-то я его оставила. Я всегда всех оставляла, что тоже не делает мне чести. Значит, и Сережа, я сказала ему, имела глупость сказать к чему-то там по какому-то поводу, что первый брак, он от Бога. Он так обрадовался, схватился за это всем, рассказывает тебе, что первый брак это от Бога. И когда его зовут на свадьбу, он тоже там произносит тост на эту тему. Вот, и мне говорят, вот, вот, ну так, если бы я была воспитана, опять же, я бы... Так вы бы не ушли от Соловьева? Это ошибка на вас? Ну как, я не могла уйти от Соловьева, если бы я была воспитана в христианском духе, если бы я была... А почему вы ушли? Так потому что я делала, что хотела. Так от чего вы хотели, объясните. Ну мало ли чего, я хотел, мне другой понравился, а потом я от него ушла, потому что мне третий понравился. Я, как, по Садальскому жила. То есть, предвидишь, заголовки в желтых газетах, Васильева жила по Садальскому. Вот страх-то, Господи. И это именно в этой среде, это больше всего так называемой творческой. А не то, что вы жили как полнокровный человек, как женщина с яркой эмоциональной жизнью. Нет, нет, не в этом дело. Это все одни сплошные грехи. Хочу, что хочу, то и ворочу. Что хочу, хочу, так, хочу, сяк. Отсюда все разводы, отсюда брошенные дети, отсюда все грехи от того, что люди живут по Садальскому. Вот весь ужас нашей жизни от того, что мы что хотим, то и творим. Что хотим, то и творим. А должны творить то, что нужно, то, что мы должны, а не хотим. Есть долг, есть обязанность, есть долг перед Богом, перед Отечеством, перед семьей, перед друзьями, перед всеми людьми. И человек должен исполнять свой долг. А лучше сказать, жить по заповедям Божьим, которые не совпадают с желаниями человеческими. Армен Джигарханян сказал, сделал запись для этой программы, то, что он думает о Боге. Интересно ли будет послушать его? Да. Эйнштейн сказал, что если Бога не было, надо было его придумать. Вот для того, чтобы придумать, потому что у нас с вами есть миллион вопросов, на которые нет ответа. И мы, у кого спросить? И мы пошли спрашивать у этого неосязаемого Бога. Религия, вера – это интимная вещь. И когда это становится немножко такой соборностью, некоей демонстрацией этой нашей святости, это неинтересно. Я, например, запретил бы службы показывать по телевизору. Нельзя этого. Это не ледяное, это, как это называется, там чего-то. Это шоу превращается в шоу. И это, может быть, я рассуждаю грубо, это аморально. Нельзя этого делать. Да оставьте меня с моими проблемами, я разберусь. А когда это пирамидон на все головы, то это уже плохой пирамидон. Актеру Армена Джигарханену 74 года, не просто актер, народный артист еще СССР. И в одном из интервью он признался, что сам лично не верит в Бога. И считает, я просто цитирую Иисуса Христа самым великим экстрасенсом и идеологом в истории. Сыграл, между прочим, секретаря Бога в фильме, который называется «Самый лучший фильм». Ну, вы против, конечно, того, что сказал Джигархан. Ну, а как вы думаете? Ко мне как-то невероятно сегодня я догадлив. Не знаю. Я очень люблю Армена, по-человечески, душевно, очень люблю. Но совсем не считаю его мудрейшим человеком. Именно потому, что неверующий человек не может быть мудрым по определению. Хорошо, давайте на время отставим эту тему. Что у вас существует, кроме веры? Что вас занимает? Что вас увлекает? Ну, сфера моих интересов, конечно, лежит. Прямых моих житейских в семье, в общении с семьей. Ну, я еще вот езжу со спектаклем, вот с этим, скажем, спектаклем. А в профессии ставите перед собой еще какие-нибудь рубежи? Нет, ну, какие там рубежи? Когда я, я действительно, когда вы говорите «ушла», я ушла из театра. Вот это, это вот, вот из, может быть, из резких движений, это было вот, я ушла, я 14 лет проработала у Олега Николаевича Ефремова. И в 87-м году я ушла из МХАТа. А что вы сказали Ефремову? Ну, это была не первая попытка, это была третья попытка. Ну, очень тяжелый у нас был разговор. Он был очень расстроен. Я первая, которая сообразила, что можно быть свободной. И я стала работать с разными режиссерами в разных театрах, удобное для меня время, и играть те роли, которые мне хотелось. Вы не будете возражать, если мы фрагменты из «Игры женщин» посмотрим? Из «Игры женщин»? Да. Нет, нет, мне не нужна сказка, я просто хочу узнать вас поближе. Ну, хотя бы немножко поближе, раз уж вы так вторглись в мою жизнь, без моей, да, то вовь. Не верю, что вас интересует столь незначительное. Не верю, что очаровать. Это правда. Меня они интересуют, не столь незначительные, не даже очень значительные. Я хорошо знаю их, поэтому обхожусь без них. Но уж, коли вы здесь, то... А ну-ка, расскажите. Кино. Так заносим, монтировать. Снимай, расскажите. Я же сам снимал, сам монтировал, поэтому такое хорошее качество. Не поленился. Чисто говоря, я предпочел бы слушать, а не говорить. То есть, чтобы я рассказала вам о своей жизни? Действительно, довольно смелое предложение. Но о моей жизни вы можете узнать все, купив мою биографию. Она продается в киосках. В бумажном переплете очень дешевая. Я знаю, я ее уже читал. Тем более. Вернемся к вам. Вот. Вы из бедной семьи. Какой актер, а? Воспитывались в приютах, а потом уже могли рассчитывать только на собственные силы, я угадала. Да. По возрасту вы... Вы могли бы быть моим сыном. У вас есть сын? Может, есть, а может, нет. Не знаю. Об этом ни слова в вашей биографии? Ну, они все пишут биографии. Да. Мой сын мог быть в вашем возрасте. Прошу прощения. Он умер. Я не отдаю интервью. Уже много лет. Слишком много глупостей написано обо мне и моей жизни. Я столько о вас читал и никогда не думал, глупости это или нет. Но я знаю из вашей биографии, что вы тоже когда-то были бедны. Что значит «тоже»? То, что вы бедны, нас никаким образом не связывает. На свете миллионы бедных. А я богатый, живу, как вы сказали, в красивом районе. Дальше. Мы все хотим дальше. Что было дальше? Но это-то вы не могли играть, простите, с холодным носом. Нет, ну за носи-то не поиграешь с холодным носом. Нет. Нет, он спрашивал строго. Надо сказать, что панкширство – человек очень верующий. Он католик, конечно. Но он такой верующий человек. И такой верующий, что пора ему переходить в православие. Я думаю, что может быть это и случится. Поэтому его интересует все через Бога. И с ним было очень интересно работать. Я вас очень прошу, не отвечайте только. Дима, это все и так знают. Это знает каждый. Но все-таки. Знаете, это какая-то у меня болезнь такая. Я помню, что я даже на экзаменах, еще когда это было совсем на другую тему, во ВГИКе, на экзаменах меня спрашивают, кто снял Брыной с Потемкина, там, во ВГИКе. Я говорю, ну, прямо смешно. Я говорю, честное слово, меня спрашиваете, кто снял Брыной с Потемкина. Вы же прекрасно знаете, и я знаю. И все знают, кто снял Брыной с Потемкина. Причем на полном серьезе. Я приводила в замешательство экзаменаторов, а я на полном серьезе. Как бы не понимала, чем мы занимаемся. А вы знаете, какой ужас. Я вспомнила такую вещь несколько лет назад. Рехельгаус попросил меня неожиданно играть чайку. Я так уже много ее играла. Я знаю все реакции зрительного зала на каждую реплику почти. Но здесь никакой реакции. Не то, что там смеется или плачет, а просто никакой реакции. И так мы проиграли весь первый акт, и я не могла ничего понять. И второй акт, значит, мы играем. И Константин Гаврилович застрелился, дело к концу идет. Кто там говорит Константин Гаврилович? В зале. Вот так все. То есть они смотрели совершенно новую для них пьесу. Историю. Они следили за сюжетом. Первый раз. Да, да, да. Это меня поразило, потому что как бы вот не читают, да, не знают. Но когда с этим сталкиваешься, конечно, поражаешься, как падает все-таки, да, уровень вот такой. Давайте по чем-то писателям пройдем. Вот из современных писателей есть кто-то из вашего стана? Ой, я не читаю уже ничего. Я не читаю ничего. Я правда не знаю. Нет, одну секундочку. Как вы ничего не читаете? Ну, ничего не читаю, кроме духовной литературы, ничего не читаю. В смысле художественной литературы не читаю. Ну, это сознательный выбор? Или вам кажется, что... Вам, скажем так, вам жалко времени? Или вы считаете, что... У меня нет просто времени, да. А когда иногда попадается что-то, я не понимаю, зачем мне это. Я там ничего нового уже не узнаю. Времени нет. Что же это? Уэльбек говорит о вещи, существовавших для него. Он пишет о тех вещах, о которых никто не писал. Знаете, Дима, ну, я столько лет читала, столько лет читала. Я всё-всё-всё читала, понимаете? Ведь мы же были... Ну, хоть и мы же Докенза почитаете. Видно, видно, латынисты. Мы же только воспитывались всё время на западной же культуре, на западной литературе. Абдайка, я помню, это вот в Авгике. Селинджер, значит, Фолкнер. Почему-то вот это всё было главнее, чем... Потому что запретное было, не знаю почему. Потом западные фильмы, Антонио Ниффи, Ленинбергман там. То есть это было всё какое-то вот такое. Потом я была замужем за Мишей Рощиным. И много лет общалась со всем цветом драматургии, писателей. Поэтому, ну, сколько можно-то читать? За всю жизнь. Да нет, нет. Ну, очень много книг духовных. Ну, просто, ну, я читаю, но другие книжки. Хорошо. Я буду благодарен, если вы снова обернитесь к экрану и выберете снова тему. Что там такое? А, тему. Ой. Сурикова про дружбу. Сурикова про дружбу. В зрелом, будем так говорить, возрасте дружба предъявляет другие требования. И ты с этими иллюзиями возможной вечной дружбы расстаёшься. В молодости всё легче, всё компанейские, всё «давайте вместе с возрастом» ты начинаешь предъявлять, видимо, претензии более серьёзные и глубокие к людям, с которыми ты общаешься. И если эти люди тебя подводят, предают, а я, в общем, достаточно доверчива в отношениях. И мне кажется, что если человек пришёл со мной работать, общаться, и он мне дарит какие-то положительные эмоции, возможность, ну, скажем, на него надеяться, то если этот человек вдруг меня подводит, я узнаю, что он за моей спиной там организовал чего-то, пользуясь моим именем, меня это очень огорчает, угнетает, и я в очередной раз... Я всё равно потом снова накоплю эти иллюзии, и снова буду со следующими людьми верить в то, что они лучше предыдущих. Но я разочаровываюсь, и мне от этого очень грустно. Только напомню, что Алла Сурикова режиссёр, что там ещё, сценарист и народная артистка России, кстати сказать. Насколько вы с ней согласны или не согласны? Создались друзья с прежней жизни? Друзья? В храме всё меняется, понятие дружбы. Те люди, которые не в храме, они постепенно отходят, потому что как-то вот братья и сёстры. А друзья – это какое-то понятие, которое осталось, конечно, да, вот, осталось в прежней жизни. А такие явления, как, допустим, предательство, они тоже остались в прежней жизни? Когда вы в последний раз с предательством сталкивались в своей жизни? Знаете, вообще не сталкивалась. Вы счастливейший человек? Да, я с большим трудом вспоминаю врагов, мне кажется, что у меня нет врагов, действительно, вот, без кокетства. И один раз я, мы праздновали моё 60-летие, я помню, Лёня Эдлин, режиссёр, такой замечательный, друг мой в прошлом. И что-то зашёл у нас на разговоры насчёт врагов, или после его тоста, ну, не помню, в чём, не важно. Я говорю, вот у меня вот нет врагов, он так стал хохотать, он просто, просто хохотал. Он говорит, ты серьёзно так думаешь? Я говорю, серьёзно. Он говорит, если бы ты знала, сколько у тебя врагов. Я прям так расстроилась, я говорю, ну, вот, я не знаю, слава богу. Ну, а как же, если, значит, эти самые вредные журналисты не врут? Якобы вы сказали однажды, что, наверное, Ирина Антонова, как принято говорить, всеми бесконечно уважаемая, директор Пушкинского музея. Она враг церкви. Я шучу. Ирина Антонна, простите, вы не враг церкви, нет. Ну, в смысле, что мы столько лет, была тяжба из-за храма, что она не то, что враг, ну, зачем врагом, я её не могу. А что случилось? Ну, храм принадлежал музею, там было у Ирины Александровны хранилище, ну, как это всегда было раньше, во многих случаях. И мы пытались его забрать, вернуть в церковь, потом вернули. Так, Екатерина Сергеевна, вот вы меня простите, может быть, за мысль дерзкую, но мне порой кажется... А зачем же брать? Отобрали имущество, оставьте его. Будет ясен ход истории тогда, понимаете? Как музей оставьте? Это дом божий, там... Это храм, это храм божий, там должна совершаться... Дом божий, это там, куда бог смотрит. Там совершаться литургия должна, а не храниться черепчим. Но так уже вышло. Да нет, как это вышло? Так уже вышло. Вышло в результате сатанинской революции, что вы мне говорите? Вообще, вообще, церковь столько собственности. Вот сейчас опять идут разговоры, вернем, и это вернем. Да что вам прям церковь так... Нет, я спрашиваю. Вот моя профессия задавайте вопросы. Сколько у неё есть собственности, вся её. Отдайте, отдайте, не ваше, не ваше. Там сейчас идёт служба, приходите, посмотрите. А ваш сын, извините, я не великий специалист. Вот он там и служит. Он там служит? Да, да, там служит. У нас один приход, который состоит из двух храмов. Сын, он клерик этого же прихода, а я была казначеем обоих храмов. Это вам интересно? Ну, а как вы думаете, восстановить два храма? Привести их в порядок, когда-то же надо деньги достать. Скажите, а вы как сына дома называете? Отец Дмитрий? Отец Дмитрий. Дмитрий. И что, вы не называете его Митенькой? Нет. Это как у Щехова, да? Сын архимандритом служит, мать едет, руку ему целует, он для него архимандрит. Да, да, да. А легко было такое жрите? Для меня так же. Тоже руку целую, да. Он священник. Скажите, а как так случилось, что он стал священником? Ну, вот так случилось. Но ведь у вас же, смотрите, семья, ведь Антон Макаренко, он ваш двоюродный дядя. Дедушка. Дедушка. А вот что-то из такого воспитания Макаренковского было в семье? Воспитание? Антон Семенович, ну, если только, вы знаете, если только впечатление от... Ну, дайте какой-нибудь пример. Нет. Дайте фабулу какую-нибудь. Как-то раз, мама моя, будучи невероятно красивой женщиной, одной из самых красивых женщин в Москве, ее буквально атаковали, вот на улице подходили к ней. И вот, значит, какая-то очередная женщина к ней так подступила. И, значит, стали ее упрашивать на главную роль. И она рассказывает, что она пришла к Антону. Антон, все звали Антон, но до сих пор мы все знаем его Антоном, потому что это было всегда. Он сидел спиной, и она сказала, вот, дядя, так и так, и так, и так, и вот я всегда отказывалась, все, но такая интересная роль. И я только один разочек, вот если я сниму узники на студии Довженко, я больше не буду, ну, вот, т-т-т-т-т-т-т-т-т-т. Вот, и Антон, не поворачиваясь, вообще, сказал ей громко и четко, через мой труп. Эту историю очень любят повторять в нашей семье. Но, может быть, никакой особенной фабулы у нее нет, но она, вот, вот какое воспитание-то было. Вот, и все, и на этом разговор закончился. И мама не стала актрисой. У меня не нашлось такого человека в семье, хотя мама исповедовала... Вы знаете, это можно ли так, с вашего позволения, интерпретировать? Ага, это господин товарищ Макаренко видел, как исключительно одарена красотой с детства ваша матушка, и полагал, что ежели она эту свою красоту, как вот тарабы свою нефть, будет кидать, понимаешь, на пропитание кинематографу, то тогда ваша матушка не станет дельным человеком, а будет вечно привыкать, прокатываться везде по жизни, благодаря своей уникальной красоте. Да нет, ну просто актрис... Вот что он имел в виду. Он имел в виду. А вы это ведь, вот, извините за подробность, для лоботрясов, которые в основном населяют кинозалы, вы, как бы легче сказать, не Мэрилен Монро, как с этим-то? Вы же не могли не переживать по этому поводу, когда вам было 15, и для подростка это важно, что делает то, и что не красавица от рождения. Если такая вот озорная, как бы, если такая веселая, умная, то и не обязательно быть красавицей. Кто это? А, это урочено. Валентине Валентине такая фраза есть у кого-то из персонажей. Бабушка, по-моему, там говорит. Женщина должна превращать свои недостатки в достоинства. Как это сделать? Что-то такое. Ну, что делать девочки, кто не Клауди решит? Да, что делать девочки, в храм оттеть, что делать не девочки, не девочки, не девочки делать, а делать родителей. Мы все время к девочкам апеллируем, и к мальчикам, а нужно апеллировать к родителям. Это все родители делают, это из-за родителей так тяжело, родители ничего не объясняют. А что они должны ей сказать? Они не учат. Она смотрит и рыдает, я дурнушка, а ей немедленно дают иконы. То же самое нужно, то же самое, что так раздражает Диму. Нужно идти в храм, нужно понять, кто такое женщина, каково ее предназначение. Нужно, чтобы воспитали в этом, и тогда не будет никаких проблем. Ну, так предназначение женщины сидеть дома и детей. Да, да, да. И другого не бывает? И другого не бывает. У меня тоже растут две внучки, да? Там, как дальше у них жизнь сложится, я не знаю, но то, что у них есть фундаментальные понятия обо всем. У них есть пример родителей, у них есть пример жизни в семье, и я не думаю, что они так легко купятся на... А если им Господь управит так, чтобы выдастся такая же красота, как у прабабушки? И вот пойдет она по улице, и придет к ней съемочная группа, а пока что удостоверение, это же точно съемочная группа. И придет она к бабушке своей любимой, и скажет, бабушка, ну вот они мне предложили сниматься. Главную роль через мой труп. И они это знают. Они это знают. Прекрасно знают. А как это получится, если она не узнает всего, что узнали вы? Как же она примет всю эту вашу созидательную идеологию душой? Ну и у них так много уже интересного в жизни. Они совсем в храме не стоят, не молятся с утра до вечера, а одна занимается там теннисом, другая ездит на лошадях, они учат языки и так далее. Один раз была такая история, это было несколько лет тому назад, старшая Параскева. Мы сидим все за столом, она говорит, кто кем будет там, значит, совсем еще мелюзга были. Сейчас уже постарше стали. И Параскева говорит, я буду макикенщицей. Так-так-так-так, во. Макикенщицей. Такая тишина, матушка, значит, тихо сползает. Ну, так держит лицо. Отец Дмитрий говорит, макикенщицей? А кто такие макикенщицы? Она говорит, макикенщицы? Ну, это такие, и там что-то такое рассказывает про макикенщиц. Я, значит, сосредоточена, ужинаю. Она говорит, ну, вот бабушка была макикенщицей. Я говорю, бабушка была макикенщицей. Я говорю, я никогда не была макикенщицей. Ну, как бы ужас за столом нарастает, и Пашка уже начинает понимать, что как бы дело пахнет керосином. Отец говорит, ты будешь макикенщицей? Хорошо. Я тебе ноги вырву, и будешь макикенщицей без ног. Паша начинает рыдать. И Агаша, умная Агаша, поднимает голову и говорит, а я буду матушкой, женой, батюшкой. Вот. Вот Агаша. Да, да, да. Вот. Поэтому, значит, все равно, я думаю, что кончится тем, что они все-таки будут, прежде всего, ну, не матушками, так, ну, женами. На всяком случае, они сориентированы на материнство, на... Ну, хорошо, а если... Хотя они... А если скажут, баба, я в монастырь уйду. Ну, и слава богу. Благословите. Конечно. Не все так страшно, когда есть знание о том, что хорошо, что плохо. Когда есть фундаментальные основы ценностей. Тогда можно о чем-то говорить. А если вот так просто бросаться, тем более вот в творческую работу. Сколько народу так вот погибает именно среди творческой интеллигенции. Мне вам рассказывать. Вы про Галкина говорите. Прекрасно знаете. Вы говорите, что вы были ему крестной матерью? Да, я была... То есть я есть его крестная мать. Вот, да. Вот пример Влада. Он обладал невероятно... Невероятно чистой душой. Невероятно. Откровенный, абсолютно незащищенный в своей открытости. Этим людям вообще запрещен ход. Вот в эту сферу. Это люди без кожи. Это люди абсолютно чистоты. И дети, они и остаются детьми. И туда, в эту чистоту, в эту душу только ленивый не плюет. Потому что нет забрала. Нет то, что называется, с открытым забралом. Если бы была защита. Если бы был стержень. Можно делать рокировки. Но это... А когда человек вот так идет. Знаете, а что-то из традиций вашего детства у вас сегодня сохранилось в семье? Нет, совершенно. А новые? Да все новые. Вот я же говорю. Я учусь у них жить заново. Ну расскажите, когда у вас Пасха будет проходить помимо церковной службы? Вот дома. Ну как? Ну у нас служба же длинная довольно. Да, конечно. Поэтому мы разговариваемся тоже в храме. В трапезной все вместе. Всем приходом. Потом... Ну это такой праздник. Они уже, по-моему, сейчас начинают готовиться. Уже подарки. Кто что съест. Внуки делают сонно, да? Кто что съест. Они же постятся. Кто чего больше хочет съесть, чего начнет. Да, ну... Потом начинается пасхальная седмица светлая. Но ликование ничего не сравнится с Пасхой. И дети на светлой седмице. Это, конечно, особое проявление. Особое проявление пасхальной радости. У нас очень много детей на приходе. Ну как-то специально шьют какие-то одежды к Пасхе. Это счастье или это что-то другое? Ой, я даже говорить не могу. Правда. Дмитрий Александрович. Еса. Вот сейчас бьет наш колокол. А, ну вот опять. Только самое интересное начали. Так он уж и бьет. Екатерин Сергеевна, светлый человек. Ну, в том-то весь и фокус света вашего. Вот что он важен не только для вас. И это очень важно, что он у вас есть. Он еще и для всех остальных важен. Неужели светлый? Ой, слава богу. Слава богу. Знаете, не были бы так одарены. Так даже, может, и не было бы вам и веры. А так вам и вера, и любовь. Ой, спаси Господи. Спасибо, Господи. Если бы это было правдой ваши слова. Это так важно. Потому что, знаете, земная слава и человеческие похвалы, они, конечно, такие сомнительные. И здесь так легко ошибиться, что верить им надо очень осторожно. Да и нельзя. Поэтому, если бы это было на самом деле так, это было бы, конечно, хоть каким-то оправданием вообще всего того, что я делаю на земле. Но это все выяснится потом. Сейчас это все неизвестно. Остается только добавить то, что вы, Екатерина Сергеевна, возможно, не примете. Должь, скорее всего, не будете считать комплиментом. Вот здесь, в этой студии, что-то странное происходит с гостями. Они всегда начинают один напоминать другого. Были похожи на Мэрил Стрип. Такое ощущение, что это Мэрил Стрип играет Екатерину Васильеву. И как, черт возьми, играет. Это одна из лучших ролей Мэрил Стрип, которую мы сегодня увидели. Спасибо вам, Мэрил, огромное. Спасибо. Нет, все-таки великие женщины, великие женщины, великие в чем-то... В чем-то великие женщины, Мэрил Васильевна. Спасибо. Да, постараюсь. Я клянусь, торжественное ощущение, больше никогда не оговариваться, не говорить Екатерина Васильевна. Да больше, наверное, не придется. Да ну ладно. Ну ладно. Мы же будем жить вечно. О! Слушайте, вот вы как-то тоже проклюнулись, как-то не иначе. Что-то у вас тоже появилось. Ну все, финальные титры. Екатерина Васильевна. А-а-а! Мэрил Сергеевна! Мэрил Сергеевна! Нет, это потрясающе. Стрип, стрип Васильева. Было сегодня временно наступлено. Ведь я говорился на самом деле. Оговаривающийся Дмитрий Губин и не оговаривающийся Дмитрий Дебро. Спасибо вам большое. Попылись у нее, дай бог вам всего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего. Спят усталые души. Елкин, ведь это как? А так и говорится. Надо же, здорово, да, как Екатерина Васильевна подходила. Все равно, как закольцевалось все. Екатерина Васильевна, ну это закон, это как бы ты, ну что не сделаешь. Потому что в качестве, конечно, совпадает с вами. В фамилии, конечно. А сколько лет вашего сына? 36. Так, ну молодого? Да. А матушке? И матушке 36. Ну как, они что, однокурсники? Нет, 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 нет. Матушка, кстати, матушка когда-то училась у Фоменко, но недолго, курса полтора, потом ушла. Матушка, дочка Вячеслава Михайловича, Клыкова, скульптора нашего. Матушка, дочка Вячеслава Михайловича, Клыкова, скульптора нашего. Матушка, дочка Вячеслава Михайловича, Клыкова, скульптора нашего. Матушка, дочка Вячеслава Михайловича, Клыкова, скульптора нашего.